МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Диалог и ведущая Светлана Стебенькова. Сегодня у нас в гостях главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Александровна Урванцева. Здравствуйте, Ирина Александровна. Ирина Александровна, год у нас 2016-й завершился, 2017-й уже набирает обороты, пришло время подводить итоги. Как у нас обстоят дела с заболеваемостью сердечно-сосудистыми, с заболеваниями в округе и в Сургуте? Я хочу сказать, что наша служба, я имею в виду всех, кто занят в оказании медицинской помощи больным с болезнью системы кровообращения, справились с поставленными перед ними задачами. В целом, год мы отработали неплохо и сохранили ту тенденцию, которая наметилась в последние годы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Я напомню, что болезнь системы кровообращения занимает лидирующее место в смертности как у нас в округе, так и в Российской Федерации, и в мире в целом. В структуре смертности в Российской Федерации 50%, у нас чуть меньше, где-то 44%, но, тем не менее, это основная причина, от которой умирают жители нашего округа. В чем состоит тенденция, которая наметилась в последние годы? В том, что смертность снизилась в динамике за последние 5-6 лет на 14%, и мы входим в пятерку субъектов Российской Федерации с наименьшими показателями смертности. То есть у нас смертность в округе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Это наше достижение. Если переводить вот этот сухой язык цифр в абсолютные числа, чтобы было более понятно, то 7-8 лет назад у нас в среднем от болезненной системы кровообращения умирало где-то около 4800 человек. За 2015 год у нас умерло 4180. Ориентировочно в этом году, сейчас еще подводят последние итоги за декабрь, и я думаю, что показатели смертности будут в пределах 4100. То есть в динамике вот за эти годы на 700 человек мы 700 дополнительно жизни спасли. Это, конечно, большое достижение. Если говорить о структуре смертности, то каждый второй человек, который умирает от болезни системы кровообращения, он умирает от ишемической болезни сердца. То есть ишемическую болезнь сердца можно назвать так, наверное, образно. Это убийца номер один. Причем каждый третий умерший от болезни сердца – это человек трудоспособного возраста. Это тот человек, который мог бы трудиться и приносить, в общем-то, пользу обществу. То есть молодые люди. Это, конечно, да, это достаточно такая тревожная цифра. И если вот среди лиц трудоспособного возраста провести сравнение в группе, кто чаще умирает, мужчины или женщины, то здесь, к сожалению, опять же, лидерство держат мужчины. От ишемической болезни сердца мужчины умирают трудоспособного возраста в 5 раз чаще, чем женщины, а от инфаркта миокарда в 8 раз чаще. Это, в общем-то, заставляет нас более, наверное, тщательно относиться к здоровью мужчин, потому что мужчины, они как бы менее ответственны за состояние своего здоровья. И здесь, конечно, мы обращаемся к женщинам, к женам для того, чтобы они все-таки заботились о здоровье своих мужчин. И вот в 2017 году мы для решения этого вопроса будем проводить достаточно такую масштабную акцию, она называется «Красное платье». Она у нас стартует в марте месяце, и вот реализуя эту акцию, мы постараемся все-таки привлечь внимание к здоровью мужчин. Ну, вот вы сказали, что смертность снизилась, это, безусловно, радужные показатели, но вот в чем их суть? Меньше стали болеть или медицина достигла такого уровня, что стали лучше лечить, продуктивнее, эффективнее? Возможно, методы какие-то появились, операции, не знаю, схемы лечения медикаментозные. Ну, если говорить о заболеваемости, то она с каждым годом растет. И ежегодно регистрируется плюсом от 31 до 35 тысяч новых случаев болезни системы кровообращения. И за 2016 год эта цифра уже перевалила 215 тысяч. Хорошо это или плохо? Это, скорее всего, за счет того, что, ну, во-первых, население Хаттамасийского округа, конечно, стареет, это раз. И второе, это улучшается диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, это повышается доступность медицинской помощи. Это, наверное, результаты диспансеризации, которые достаточно проводятся интенсивно в последующие годы. И, в общем-то, не нужно пугаться тем цифрам заболеваемости, которые мы видим, да? То есть мы выявляем этих пациентов. Если взять вот эту вот диспансеризацию, группу больных с выявленными заболеваниями, то более 100 тысяч – это больные с артериальной гипертензией. На втором месте больные с ишемической болезнью сердца, где-то их порядка 32-33 тысяч официально зарегистрировано. И на третьем месте церебровоскулярные заболевания. Как мы видим, в основном болеют, ну, в группе больных с зарегистрированными заболеваниями – это гипертоническая болезнь сердца. А, повторюсь, смертность, в структуре смертности лидирует и ишемическая болезнь сердца. За 2016 год мы обеспечили выполнение государственных заданий по указанию высокотехнологичной помощи больным с болезнью системы кровообращения. Если говорить про наш центр, то у нас пролечено более 5 тысяч пациентов и прооперировано на 600 пациентов больше. Мы выполнили 3,5 тысячи, более 3,5 тысячи операций. В структуре операции, это, конечно, на первом месте – это ишемическая болезнь сердца, потому что здесь, наверное, именно своевременное применение хирургических методов лечения по восстановлению сердечного кровотока позволяет, в общем-то, переломить прогноз заболевания. Также хирургическое лечение нарушения ритмной проводимости, коррекция приобретенных пороков сердца, операции при вырожденных пороках сердца, у детей операции на крупных сосудах. 37% операций в нашем центре выполняется по экстренным показаниям, то есть в любое время, дня и суток. Это, конечно, в основном больные с острыми формами ишемической болезни сердца. И за 2016 год мы пролечили без малого около тысячи пациентов с инфарктом миокарда, которым своевременно выполнили экстренную рентген-хирургическую операцию, и таким образом, в общем-то, мы сохраняем трудоспособность и профилактируем инвалидизацию этих пациентов. Ирина Александровна, не секрет, что при оказании любой медицинской помощи определяющую роль играет время. Какую роль играет время при лечении, при оказании помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях? Вы затронули очень важную тему, и я думаю, что, наверное, время обращения за медицинской помощью, наверное, одно из таких вот основных моментов, которые влияют на исход заболевания. Даже у нас такой слоган, мы используем боль в груди, звони в 03. Не нужно терпеть боль, которая возникает в грудной клетке. Это крик сердца о помощи. И, конечно, насколько быстро пациент обратится за помощью, насколько быстро он будет доставлен непосредственно к нам в центр, от этого зависит исход заболевания. Не нужно терпеть боль, не нужно там применять какие-то народные средства, потому что в любом случае это только осложняет заболевание и меняет также исход. Поэтому при возникновении боли в грудной клетке нужно вызывать скорую помощь. Скорая помощь у них уже отработана алгоритма, выезжают очень быстро и своевременно доставляют пациента к нам на операционный стол. То есть вообще золотой час, это не более двух часов от момента появления боли до уже открытия баллона, то есть раздувания баллона и восстановления кровотока по коронарному сосуду. Вот это вот идеально, идеально должен быть временной промежуток при оказании помощи больным с острыми формами ишемической болезни сердца. Но я хотела бы еще сказать и о времени обращения пациентов и с хроническими заболеваниями. У тех пациентов, у кого еще не произошла сердечная катастрофа, которая требует неотложных мер. Почему мы говорим, что болезнь системы кровообращения достаточно... Это смертность от болезни системы кровообращения, это управляемая причина, то есть при своевременном выполнении комплекса мер можно вовремя выявить это заболевание. Для этого нужно, в общем-то, обращаться к врачу, знать свои цифры давления, нужно знать свои цифры липидного спектра, это холестерин, это холестерин, это липопротединистская плотность. Необходимо знать свою наследственность. Ну и, конечно, вести, ну я не скажу, что быть... Вести здоровое образование, но, по крайней мере, постараться искоренить вредные привычки, в первую очередь, это, конечно, курение. И на сегодняшний день уровень диагностики этих заболеваний, в том числе в Югре, в том числе в нашем центре, он позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и применить комплекс таких профилактических мер для профилактики осложнений. А уже если возникает осложнение, то здесь, конечно, не нужно думать, не нужно тянуть время, нужно поднимать телефон и звонить, обращаться в скорую помощь. Ну, вместе с тем, несмотря на то, что у нас достаточно серьезный уровень диагностики и лечения в округе, вы сами отметили то, что заболеваемость растет, к сожалению, с каждым годом, да? Вот такой, знаете, возможно, банальный вопрос, но он возникает у каждого второго обывателя. А почему люди болеют? Не связано ли это с тем, что, ну, только ли нездоровый образ жизни? Возможно, как-то и климат наш на это влияет, ваше мнение, на этот счет? Ну, здесь, конечно, совокупность многих факторов. Но, во-первых, наверное, наш ритм жизни, да? Потому что атеросклероз и шимическая болезнь, болезнь системы кровообращения, это, наверное, болезнь цивилизации, да? То есть достаточно интенсивный ритм жизни, очень много информационных потоков. Наверное, мы стали жить лучше, да? То есть в том плане, что питаемся, то есть питаемся, не задумываясь о том, какая пища полезная, какая не полезная. Очень, наверное, вот этот интенсивный жизненный ритм вгоняет нас в такое состояние хронического стресса. И все это, в общем-то, конечно, отражается на нашем здоровье. Но, кроме того, мы живем, да, действительно в условиях Крайнего Севера, и пребывание в условиях Крайнего Севера более 10 лет, это тоже расценивается как фактор риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно, те, кто живут в наших условиях, да, они должны быть более внимательны к своему здоровью. И, конечно, разработана масса программ профилактических по заботе о своем сердце, проверить свои сосуды, кардиопаспорт, пакеты диагностических услуг, которые позволяют своевременно действительно выявить заболевание для того, чтобы, в общем-то, скорректировать как образ жизни, так и при необходимости назначить и медикаментозное лечение. Ну, что мы можем посоветовать нашим жителям нашего округа, сургутянам, югорчанам, всем тем, кто живет в условиях Крайнего Севера. Вот как нужно жить так, чтобы не заболеть, особенно учитывая нашу локацию, наше местонахождение? Возможно, почаще к морю выезжать. Какие можете дать рекомендации? Отдых, конечно, нужен, отдых, конечно, нужен, но в отношении поезда к морю, наверное, все-таки нужно это делать тоже сезонно, да, потому что когда при температуре минус 40-45, да, выезжают в южные страны, вот в зимний период, особенно лица с уже диагностированными заболеваниями сердца, то это, наверное, не совсем как бы физиологично и правильно. Поэтому, наверное, мои советы как кардиолога, ну, это прежде всего, прежде всего это образ жизни, то есть полноценный сон не менее 7 часов в сутки, это правильное рациональное питание, да, с ограничением тех продуктов, которые содержат избыток холестерина, это отказ от вредных привычек, курение, алкоголизация, дозированные физические нагрузки, то есть не менее 2-3 раз в неделю, 40 минут, необходимо, в общем-то, заниматься физическими нагрузками, в зависимости от возраста, от состояния здоровья. Кроме того, нужно, в общем-то, контролировать наиболее важные показатели нездоровья, так скажу, сердечно-сосудистой системы, это нужно знать свой уровень артериального давления, нужно знать уровень сахара, крови, нужно знать уровень холестерина, и, конечно, нужно, в общем-то, знать свой вес, то есть, в общем-то, стремиться к тому, чтобы вес был близок к идеальному. У нас в центре в 2016 году разработано очень много таких проектов, мы проводим регулярно профилактические акции, которыми стараемся привлечь внимание к своему здоровью. У нас открыто уже функционирует с конца 2015 года музей сердца, за 2016 год у нас прошли через музей сердца уже около 400 школьников, мы в 2016 году также приступили к реализации проекта «Я могу спасти жизнь», когда мы работаем со школьниками, в основном это старшеклассники, которым рассказываем основы реанимации, потому что очень важно при остановке сердца, если это случается, чтобы рядом был человек, который знал, как оказать реанимационную первую помощь доврачебную, поэтому мы в этом направлении работаем со школьниками и очень надеемся, что школьники уже изменят свое отношение к здоровью и, наверное, будут пропагандировать основы здорового раза жизни в своей семье, в своем обществе, где они учатся. Будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо, Ирина Александровна, за честный диалог, я с вами прощаюсь, всего доброго, до встречи.